Долгожданный яркий праздник спорта пришел в Воркуту. 16-е заполярные игры объявлены открытыми. На центральной площади города состоялась торжественная церемония зажжения огня спартакиады. В 16-й раз в столице мира стартовала спартакиада народов Севера России заполярные игры. В этом году организаторы решили не проводить традиционный парад спортсменов. Вместо этого перед воркутинцами и гостями города выступали мастера огненного шоу и другие экстремалы. После яркого выступления на сцену поднялись организаторы 16-х заполярных игр. Отца основателя спартакиады Игоря Шпектера ждут в городе со дня на день, поэтому поздравляли воркутинцев с праздником без него. Уверен, что соревнования пройдут на самом высоком уровне. Желаю спортсменам проявить свои самые лучшие качества, волю к победе, силу духа, мастерство. Дорогие болельщики, болейте, болейте на здоровье, болейте за своих, но поддержите всех участников спартакиады, все команды, всех спортсменов. Я надеюсь, что эта спартакиада займет достойное место в истории российского спорта. География участников состязаний обширна. Норильск, Сыктывкар, Коряжма, Великий Устюг, Александров, Санкт-Петербург и другие северные города прислали свои команды бороться за главный трофей игр Кубок 16-й спартакиады. Кульминация торжественного открытия заполярных игр – зажжение огня спартакиады. Воркута за все время проведения спартакиады с 1999 года ни разу не уступала первенству в общекомандном зачете. В этом году, как отметили организаторы, наиболее сильными соперниками для хозяев игр станут команды Сыктывкара и Ухты. Есть и города-новички в заполярных играх – это Великий Новгород, Владимир и Александров. Традиционно изюминкой спартакиады станет праздник День Оленевода. А еще одним приятным дополнением к открытию игр стал праздничный салют. Великий Новгород Александр Воеводин, Марина Зайцева, ТВ ГОЛО, Воркута. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова